С чего я хотела начать, и это очень важно. Здравствуйте, здравствуйте всем. Это очень важный момент. Бывают такие ситуации в бизнесе, что человек приходит, начинает изучать, получает знания, начинает делать и много делать, а у него ничего не получается. И вопрос, что же такое, в чем же собака борылась, да, ну почему не получается? И там много контактов делает, ну и вроде делает, и учится, вроде делает все три действия необходимых. И личный товарооборот организует или для себя заказывает. И приглашает людей, и много приглашает, и не страдает количество, и качество хорошее, и мы слушаем звонки прям, ой, ну вообще диву даешься, на какой суперский звонок, да. И обучается, все вебинары посещает, а результата нет. Есть такая формула, эх, я забыла ее вам написать, но проговорю. Или вот давайте так вот, напишу ее вам, чтобы наглядно было. Сейчас и поясню, что она обозначает. Так, сейчас 5 сек, пишу вам ее в чате. И объясню сейчас все. Вот так. Есть такая формула. Знание плюс действие, в скобочках, умноженное на отношение равно результат. Так вот, оказывается, просто знать и делать этого недостаточно. Все зависит от того отношения, которое сформировалось у новичка, или уже не у новичка совсем, бывалого, да. Отношение к индустрии в целом, к компании, к команде, к наставнику, к себе, к команде спонсора и к своей команде, ну и так далее. Вот мы об этом сегодня очень серьезно поговорим. Потому что если отношение с минусом или такое неуверенное, да, ну, короче, или если его нет вообще, человек чувствует себя отстраненно, не в своей тарелке. Сами понимаете, да, если все, что умножено на ноль, любая сумма, какая бы она крутая в количестве и качестве не была, она будет равна нулю. Правильно? То есть результат будет равен нулю. Отношение – это очень важно. И вот как прийти к мастерству через отношение, как вот сделать так, чтобы заработало, вот об этом я хотела сегодня с вами поговорить быстренько, на чем заострить внимание. Итак, когда вы приходите в компанию и начинаете вот это новое дело, новый бизнес, необходимо вам сформировать отношение. С кем и с чем вопрос. Возможно, это будет любовь с первого взгляда. Тогда вам повезло. Добрый, спасибо. Я сегодня легла в 5 утра. У нас сегодня ребенок веселился. Про любовь. Возможно, у вас родится любовь ко всему, о чем мы сейчас будем с вами говорить, с первого взгляда. Да, вот прям оп, снизошла. Вам повезло. А может быть нет. И тогда у вас вот эта любовь, вот это отношение будет от глагола делать, от действия. Вы сами будете совершать действия, которые в итоге сформируют в вас, внутри эти отношения. Итак, какие отношения важно нам с вами выработать? Первое. Это, конечно же, отношение к индустрии сетевого бизнеса, к MLM. Что такое MLM? Мульти-левел маркетинг. Что в переводе? Мульти-левел-маркетинг. Много-левел-уровень. Маркетинг-система продвижения товара. Я тут не про информацию, как бы будет разговор. Я это не буду затрагивать. Но здесь важно вам в первую очередь себе в голову положить мысли. Здесь важно сменить установки. Мы с вами все живем установками. И в отношении MLM есть разные понимания, разные восприятия. Кто-то негативит, кто-то не любит. У кого-то какие-то стереотипы срабатывают. И вот есть такое выражение обнулиться. Есть такое выражение сменить программу. Есть такое выражение сменить установки. И в первую очередь установки нужно сменить в своей голове. Отношение к MLM-индустрии начинается с изменения мыслей к MLM-индустрии. Даже если вы раньше, как и многие, думали, да, это все несерьезно, это развод, плохотрон и так далее. Если это внутри осталось, ничего не получится. Это же понятно, да? Мне нормально. Пишите, пишите. Я уже вступительное сказала, дальше у меня все по плану. Я уже дальше не потеряюсь. Пишите. Это хорошо, что вы пишете, и мы нам, как бы, я не просто моноложу, да? Отношение. Вот, да, отлично. Содержание косметички. Да, да, да. Мы сейчас, кстати, до этого тоже дойдем. Итак, отношение к сетевому бизнесу. Что вам необходимо знать для начала и какие мысли важно положить в голову? Ну, во-первых, сетевой бизнес – это единственный вид деятельности на земле, в котором есть прямая зависимость между вкладом ваших сил, усилий, энергии, времени и даже иногда денег и получением от этого прибыли, то есть конкретно доходов. То есть это единственный вид деятельности на земле, где ты можешь зарабатывать столько, сколько хочешь. Вот сколько надо, столько ему, вот, отлично. Сколько надо, столько и будешь. Зарабатывать, получать, ну и так далее. То есть здесь нет ограничений. Дальше. Я не буду сейчас сравнивать, как вот, например, на вебинарах я сравниваю с линейным видом бизнеса, только несколько вот преимуществ. Скажу сетевого именно бизнеса. Сетевой бизнес – это единственный вид деятельности на земле, в котором ваш начальник, в кавычках, тот, кто вас пригласил, наставник, спонсор, финансово, денежно заинтересован в вашем росте. То есть нам всем с вами платят не за то, что мы пригласили человека, а за то, что они стали зарабатывать, за то, что ваши партнеры стали зарабатывать, вы будете зарабатывать. То есть мы, финансово, нас компания поставила в такие условия, что мы должны из кожи вон вылезать, но придумывать что-то, чтобы нашим партнерам было интересно, и они от нашего влияния, от нашего воздействия захачивали что-то в своей жизни менять. Других рычагов у нас нет. Мы не можем сказать, так, мне не нравится, что вы сегодня там в недостаточном количестве пришли на вебинар, наказан, да, лишить премии. Это невозможно. Сформировать, да, выстроить, прям вот отношения, как любые отношения в семье, они выстраиваются. Правильно? Вот, дальше. То есть, каждый из нас будет зарабатывать только тогда, когда наши люди, наши с вами люди будут зарабатывать. Далее. Сетевой бизнес, сетевая деятельность, скажем так, это единственный вид деятельности на земле, где есть огромные вложения, да, когда вы видите в соцсетях, что здесь не надо вкладывать, что у нас нет вложений, что у нас надо там час-два поработать, нам манна небесная посыпется, не верьте. И если вам и сами так никогда не говорите, у нас огромные вложения. Какие? В голову. Это информация, время, да, вебинары, книги, правильные видео и так далее. Это в свое здоровье, в свою внешность, в имидж, вот, начиная с продукта и заканчивая именно имиджем, да, деловой костюм, там, обувь, ногти, как внешний вид, так и одежда, да, это очень важно, там, зубы, волосы. Ну, невозможно строить коммуникативный бизнес, если вечно грязная голова, неухоженные ногти, ну, понятно, о чем разговор, да, у нас огромные вложения, но их невозможно потерять. Ни в одном бизнесе такого нет. Ни в одном бизнесе нет гарантии, что то, что вы вложите, останется с вами. Здесь даже, если, ну, на крайняк смотреть, да, вот, ну, не получилось у человека, вот он пришел, старался, старался, через какой-то промежуток времени, там, через полгода понял, что это не его и ушел. Та информация, которая к нему в голову зайдет, она ему однозначно поможет, даже элементарно общаться по-другому, да, со знакомыми или с незнакомыми, себя комфортнее чувствовать, уметь с собой договариваться, уметь договариваться с окружающими. Он никогда не потеряет то, что он на себя намазал шампунем, шампунем помыл голову, витамины сложил в себя, это невозможно потерять. Ну, и это единственный вид деятельности, где нет ограничений потолка. У нас нет ограничений, нам не важно, какой человек пришел, по образованию, по вероисповеданию, по принадлежности там, мужчина это или женщина, сколько ему лет, да, это не важно, у нас нет потолка. И, кстати, обратите внимание, у нас сейчас очень много молодежи в команде, я призываю вас, чтобы вы начали приглашать своих родителей, потому что ваши родители, это примерно мои ровесники, да, им 50-60 лет, это еще люди в полном расцвете сил, но они, как работники, государство уже не очень интересное, а в нашем бизнесе их опыт и мудрость жизненная просто кладезь. И если у нас в командах, в наших командах будут все, и молодежь, и люди продвинутые в возрасте, и тормоза, и скоростные, да, и мужчины, и женщины, и семейные пары, и несемейные, это будет такой организм, который будет очень круто функцилировать, а соответственно, значит, команды будут быстро расти. Это очень хорошо, когда разные люди в команде есть. И ключевые партнеры, и потребители, да, то есть все, все, все. И это сетевой бизнес, это единственный вид деятельности на земле, и другого такого на сегодняшний момент нет. Вот эти мысли нужно положить в голову. Отношение к MLM начинается именно со смены мыслей. Дальше. Вам необходимо выстроить отношения с компанией. Итак, компания Арифлейм. Здесь с чем выстраиваются отношения? Ну, конечно же, важно знать историю, саму компанию, да, вот я говорила как-то, есть книга чудесная, ее записали со слов основателей компании Роберта Йонаса Афьокник «Путь, Путь Арифлейм», да, напомните, я скину в чат, как называется, найдите, она есть в интернете, Берн, по-моему, ой, не буду врать, сейчас запишу себе и это, скину вам. То есть, нужно знать историю, как это все происходило и выстроить отношения. Конечно же, нужно выстроить отношения с продуктом. Я всегда горжусь, я всегда говорю, я продук своего продукта от кончиков волоса до пяточек, на мне только Арифлейм. Как снаружи, так и снутри. Я обожаю этот продукт, я пользуюсь им, у меня, честное слово, пионерское, у меня нет нигде ничего не Арифлеймовского. Что касаемо продуктов косметического направления, парфюм, продуктов здоровья, только Арифлейм. Моя совесть чиста, я фанат своей компании, я обожаю этот продукт, я очень люблю все, что связано с Арифлейм, и в этом смысле у нас взаимность, да, к этому важно прийти. И, конечно же, важно знать преимущественные, отличительные особенности именно компании Арифлейм. Какие знаете, попишите, а я потом подытожу. Напишите, что вы знаете, какие преимущества, которые есть только у компании Арифлейм и больше не у какой компании. Напишите в чат, я пока дальше буду рассказывать, хорошо? А потом подытожу. Мне важно, что вы знаете о компании Арифлейм, соответственно, что вы рассказываете своим людям именно про Арифлейм. Смотрите, какие нужны преимущества говорить о компании или о бизнесе. Нужно говорить то, чего нет больше нигде. То есть, например, стабильность есть и во многих других компаниях. Команда есть и во многих других компаниях. Компания Арифлейм – это единственная компания в мире, которая ввела промежуточные звания, в которой есть менеджерские конференции. Больше ни в одной компании нет. И это единственная компания, которая изменяла, вносила изменения в маркетинг-план, в план успеха, в план выплат в пользу консультантов, в пользу партнеров. То есть огромное количество компаний, где когда-то какие-то есть изменения в компании, когда есть изменения, то это в ущерб людям. Урезают доход. Здесь же, например, появилось у нас новое звание не очень давно. Старший директор и старший золотой директор. Этих званий раньше не было. И дополнительная промежуточная премия – полторы тысячи долларов и три тысячи долларов за достижение этого звания. И менеджерские конференции. Вот уже прошло две конференции, всего лишь две. Больше нет ни одной компании в мире. Понимаете, это наш козырь. И об этом надо говорить. Что на уровне компании, мощнейшая огромная компания, которая вводит менеджерскую конференцию. Что такое менеджер для компании в принципе? Это же капля в море. Менеджеров там тысячи, десятки тысяч. А компания вводит специально менеджерские конференции. Для чего? Для того, чтобы поддержать этот лидерский корпус. Это растущие, потенциально растущие люди, которые завтра станут бриллиантовыми директорами. Да. То есть нам нужны только то, чего нет больше нигде. Ой, натуральный продукт есть не только в Арифлейм и не тестируется на животных не только в Арифлейм. Дальше. Что еще? Компания Арифлейм – это единственная компания в мире, у которой более 20 собственных патентов. И вы видите, напротив некоторых продуктов написано TM. Это торговая марка компании Арифлейм. И только в Арифлейм есть эти разработки, эти патенты. И это запатентовано. И больше ни у одной компании этого нет. Эти формулы, эти разработки. А также компания работает именно со своим продуктом. То есть она и производитель, и продавец компании Арифлейм. Огромное количество сетевых компаний работают не со своим продуктом. То есть они закупают где-то и перепродают, в общем. У Арифлейм это и производство, и свое производство, и свои собственные заводы, и свои плантации, ну и так далее. Понимаете? Свой собственный продукт. Это очень важно. И изобретение свои собственные. Дальше. Компания Арифлейм это единственная компания в мире, которая имеет свои собственные заводы. Пять заводов у компании Арифлейм. В том числе и на территории Российской Федерации. Не очень давно. Два года как будет в феврале. Как компания построила в Подмосковье, в Ногинске. Свой собственный завод. Где еще есть заводы компании? Это Китай, Польша, Индия, Швеция и Россия. Почему Китай, Польша? Потому что земли дешевле. Закуплены там земли, построен там собственный завод. Но он в строжайшем соответствии со всеми европейскими стандартами. И вот завод наш здесь, подмосковный, в Ногинске, сертифицирован под выпуск медикаментов. Это высочайший сертификат качества именно производства. На московском заводе, на российском заводе производится вся декоративка, все помады. Все помады. И именно помады с России идут по всему миру. И там в Европе, и в Индии, и где бы там еще. Все мажутся женщины помадой от Арифлейм именно с России. И это собственный завод компании. Дальше. Это единственная компания, которая имеет свой собственный научно-исследовательский комплекс, институт кожи. И он находится в Ирландии. А Ирландия славится, это одна из самых, это страна, где самые жесткие соблюдения экологических законов. Страна, где соблюдаются экологические законы. То есть это не разрушает озоновый слой. Вот вы видите это на каталогах. Это все вот как бы отсюда. И это тоже очень важный момент. Когда начинает там что-нибудь говорить про продукт, да, вот вы просто этот аргумент скажите. Ребята, вы просто задумайтесь. Институт кожи. Прежде чем компания выпускает на рынок любой продукт, у компании происходит несколько лет идет тестирование продукта. Причем это закрытое тестирование. Люди не знают, что они тестируют Арифлейм. Понимаете? Ну это шведский подход. Понимаете? Шведскость во всем, как говорится. Ну и вот этот тренд, который, я думаю, что его надо очень сильно и серьезно прокачивать. В компании Арифлейм цена не соответствует качеству. Не надо говорить, что там низкая цена или что-то. А именно, что вот знаете, фишка в том, что цена не соответствует качеству. Что у нас это качество, которое предлагает нам компания, ну скажем, если бы оно стояло на прилавках в магазине, оно бы стоило в десятки раз дороже. Компания имеет возможность делать вилку цен и ставить низкие цены в стране, в каждой разной стране из 60 с лишним стран мира, где компания работает, в соответствии с покупательской способностью конкретно этой страны. Например, каталоги европейские, я лично видела каталог Греции, цены на продукт в разы дороже. Собственно, вы можете сами набрать, да, китайский каталог, мы смотрели в интернете, в разы дороже продукт. Почему? В соответствии с платежеспособностью конкретной страны. Это один момент. И второй момент. У компании Арифлейм нет политики сверх цен за счет накрутки на продукт. У компании задача стать единственным выбором миллионов и увеличивать товарооборот за счет увеличения количества потребителей. Понимаете? То есть вот в любом традиционном бизнесе человек, допустим, открыл свой бизнес, да, вот для того, чтобы он просчитывает, там, открывается магазин, население вокруг этого магазина, там, например, столько-то, соответственно, это население сможет купить вот этих кремов столько-то. Это все чистая математика, все просчитывается. В итоге предприниматель понимает, что если он на этот кремушек накрутит две цены, он не выйдет не то, что в плюс, он в ноль не выйдет. Что он делает? Как он увидит? Как, из чего он получает свою прибыль? За счет накрутки на продукт 2, 3, 4, 5 цен. Мы же понимаем, что, ну, туалетная вода не может стоить 20 тысяч рублей. Ну, не может. С чего? Да? В традиционном бизнесе это так. В Reflame это, возможно, низкая такая цена, когда цена не соответствует этому качеству, за счет увеличения количества в нашу компанию приходит огромное количество ежедневно покупателей. Ну, вот это про компанию засиделось много, но я думаю, что это очень важно вам это знать, эти преимущества, уложить их в голове, да, на уровне отношения, мысли и понимания, как бы принять их и потом передавать дальше вашим людям. Потому что, вот, кстати, фразы, которые часто бытуют сейчас и, ну, как, да, могильщики сетевого бизнеса, это сами сетевики, они бытуют и в сетях очень много, что, там, наш продукт хороший, это вообще ни о чем, понимаете, людям нужны факты. И когда вы станете экспертом в конкретной области, в области MLM, в области компании, в области команды, вам будет, что говорить, аргументированно, а не просто на уровне. Это классный продукт, это суперская компания, это ни о чем, да, это неубедительно, понимаете, о чем я говорю? Я понятно объясняю, друзья, вы со мной? Спасибо. Дальше поехали. По поводу команды. Мы с вами становимся... Мы входим в команду спонсора и потом на основе системы и команды спонсора создаем свою команду в команде спонсора. И сначала необходимо выстроить вот эти отношения с командой, да. Мы, как говорится, медали о двух сторонах. Наш бизнес – это бизнес с людьми, и это плюс. И мы можем договориться. Это одна сторона медали. И это здорово. А другая сторона медали – наш бизнес – это бизнес взаимоотношения с людьми. И мы можем не договориться. Это не хорошо, не плохо. Это жизнь. Мы люди, да, не всегда получается договориться. Но именно выстраивая сознательные, осознанные, ага, осознанные отношения с командой сначала спонсора, параллельные ветки, те, кто над вами. Потому что, видите, у нас система построения такая, что, например, вы верхних своих спонсоров не знаете, а вам приходится с ними общаться, да. Нужно учиться выстраивать эти отношения сознательно, потому что сегодня они тебе помогают, завтра ты им помогаешь, а послезавтра эта система работает на нас на всех. И что здесь важно? Здесь важно изначально, как бы, как это, знаете, сказать, понятнее, призвать себя в армию, прийти в команду, то есть призвать себя в армию и чётко обнулиться, сменить программу и начать изучать и делать то, как будто вот ты новорождённый, как будто у тебя нет прошлого опыта, потому что очень часто бывает горе от ума, да. Вот обнулиться и начать выполнять от и до, как в армии, как это, приказы командира, призвать себя в армию, тогда всё будет получаться, тогда сложатся правильные отношения в команде, правильные действия будешь совершать, ну, соответственно, всё будет получаться. Дальше. Какие ещё отношения? Следующее отношение. Отношения с наставником. О, да, ну, Севиль, очень такое, да, да, форматерное сознание, сознание, да-да-да. Взаимоотношения с наставником. Давайте по понятиям тут разберёмся. Есть такое слово «спонсор», или, вернее, вот так вот, да. Есть человек, который вас пригласил непосредственно. Он может и быть вашим наставником, а может наставником быть и другой. Короче, не всегда бывает, что тот, кто вас пригласил, он же и станет вашим наставником по бизнесу. И здесь неважно, если ваш спонсор номинально слабее вас, или не в команде, ну, или просто там он потребитель, а вас за компанию пригласил, а вы выросли, да. Вот здесь чётко нужно выстроить отношения между спонсором, между тем человеком, кто вас пригласил. Ему просто нужно быть благодарным за то, что он дал возможность вам прийти в команду. Потому что на самом деле, вот не буду повторяться, пересмотрите обязательно «Бизнес-завтрак» с Ириной Антоном. Команда – это империя, я не побоюсь этого слова, которую создали Ирина с Антоном. Это такая мощь, и мы с вами, каждый из нас, можем рассчитывать и ощущать вот это плечо, вот эту мощь, просто мощь, и на этой силе, на этой энергии, на этой системе, на этой команде создавать свой бизнес. Это очень круто. Быть и членом команды, да, одновременно, и свою команду создавать. Так вот, тот, кто вас пригласил, просто быть благодарным. Если эти люди являются одним лицом, тот, кто пригласил, и он же вашим наставником, ну, вам, ну, не повезло, не повезло, ну, и слава богу, и замечательно. Если это не так, ну, и слава богу, ну, и замечательно, да. То есть, пригласить вас, может быть, кто угодно, а учителя вы можете выбирать сами. Учиться в команде вы можете у кого угодно. У меня, например, есть девочки, несколько человек уже, которые пишут в соцсетях, они в других, в параллельных командах, а вот где-то на вебинаре услышали, у нас такие, ну, приятные отношения, там, какие-то вопросы задают, ой, вот, Свет, вот мне вот это вот понравилось, вот мы там с вами на одной волне, а можно там еще что-то посмотреть, да ради бога, не вопрос. Учиться можно у любого из команды, любого наставника себе выбирайте, это будет ваш духовный наставник. Дальше. Здесь нужно тоже договориться на берегу. Ребят, вот процесс передачи мастерства, он очень тонкий, очень такой, очень нежный, очень-очень такой скрупулезный, и он не быстрый, конечно же. И здесь нужно четко понимать, во взаимоотношениях партнеров никто никому ничего не должен. То есть вы своему спонсору ничего не должны, и ваш спонсор вам ничего не должен. Мы друг другу никто ничего не должны. Мы должны супругам, детям, семье, родителям. Но в бизнесе, вот мы друг другу, ничего не должны до момента договора. Вот до тех пор, пока человек пришел, например, в команду, и он просаливается, присматривается, хочет, не хочет, думает, размышляет, никаких вообще претензий. Пусть будет. Но как только, либо он вам говорит, либо вы его спросили, вы начинаете разговаривать о том, что он вам говорит, я хочу, все, я созрела, я поняла, что это мое, я хочу здесь реализоваться. Вот тогда важно договориться на берегу и обозначить свои отношения. Вот с этого момента эти отношения становятся взаимовыгодными. Ребят, услышьте, это очень важно. Огромное количество взаимоотношений партнеров, вот спонсор-новичок, рушатся именно из-за неоправданных ожиданий. Когда ты как спонсор ожидаешь, вроде вы там поговорили, он говорит, да, да, я буду, все, мне классно, нравится, а он нифига ничего не делает. Ты сидишь, ждешь, у моря погоды. Ну когда же он там сделает 22%? А он не делает, он не рекрутирует, он ЛТО не делает, он на обучение не ходит. А он же тебе сказал, что да, я буду. И ты сидишь, ждешь. То же самое и новичок сидит, ждет. Ты же сказал, что под тобой вырастет 22%, да? И ты сидишь, ждешь, когда подо мной вырастет 22% и сам не включаешься. И спонсор плохой, да? Вот здесь нужно четко очень. Если договор между вами, вы сели и по-взрослому договорились, что окей, решаем. У меня, как у спонсора к тебе, есть некоторые условия. Первое. Ты никогда не откажешься от своей мечты. Во-первых, ты определишься в своей мечте, ты поставишь ее в цель, и ты от нее никогда не откажешься, как бы сложно тебе не было. Первое условие. Второе условие. Все, что я буду говорить, делать, ты будешь делать. Ты будешь, вот знаете, ты будешь стараться делать максимально все, что я тебе буду говорить, и даже больше. Но ты это будешь делать не бездумно, а ты будешь каждый раз анализировать, зачем я это говорю, почему я это должен делать, как я могу это сделать лучше. То есть такое разумное выполнение всех заданий, скажем, да. Спонсор тебе помогает информативно, где-то там на встречах, где-то подхватывает твоего новичка, дальше сопровождает, а ты наполняешь встречами, контактами своего наставника. На первых порах это очень важно. То есть если вы договорились, то вы уже обязаны друг другу. И это обязательно нужно делать, дабы не было потом конфликтов. Ну и в отношении наставника есть такая у нас поговорка, о спонсоре как о покойнике, либо хорошо, либо ничего. Потому что здесь есть закон. Если спонсор твой орел, то и ты орленок. Если спонсор твой козел, ну то и сами продолжите, да. Поэтому, понимая взаимодействия, взаимоотношения нашего бизнеса, если вы правильное отношение выстроите, свое в первую очередь, все с себя начинаем, свое к спонсору, к наставнику, к топ-лидеру своей команды, к директору, да, у вас будет это дублицироваться в вашей команде дальше. То есть, например, если ты конфликтуешь со своим наставником, твои люди, придет время, будут конфликтовать с тобой. Это закон, ребят. Это закон. Поэтому я вот хочу сейчас достучаться очень сильно до вас, чтобы вы вот это прочувствовали, поняли. Все начинается с меня. Если у меня адекватные, здоровые, зрелые отношения на всех уровнях, вот о чем мы сейчас поговорили, и с индустрией, и с компанией, и с продуктом, и с командой, и с наставником, и со спонсором, и с директором, и с топ-лидером, да, то и все это будет повторяться так же, так же зрело и здорово. Договор. Заключается договор, а дальше вот это как раз передача мастерства. Дальше, вот когда вы уже договорились, тут все усилия и наставника, и команды, и ваши направлены на результат. Потому что мы с вами, каждый из нас, достигает свои цели личные через достижение целей своей команды. То есть мне важно, чтобы мои люди вышли на уровень директора, на уровень бриллиантового директора, соответственно, я выйду на свой уровень. Вам важно, чтобы ваши новички вошли в стартовую программу, вошли в премьер-клуб, вышли на новые уровни, на уровень менеджера, на уровень директора, на уровень бриллиантового. Понимаете? Тогда и вы выйдете на свой план. То есть всегда, когда вы контактируете со своими людьми уже с точки бизнес-партнера, с позиции наставника, с позиции спонсора, вы всегда ему доносите не то, что сделай то-то, потому что мне надо. Никогда так не делать. То есть эту мысль вообще убрать. У нас в нашем бизнесе есть закон. Помогая другим, мы помогаем себе. Это не говорит о том, что о себе забыть. Свои цели всегда в фокусе. Ты знаешь, зачем ты пришел сюда и что ты делаешь. Но можно здесь вот в данном контексте не думать о себе и уж тем более не говорить. Так, ну-ка быстренько все скинулись по 100 баллов, мне не хватает там до директора. Понимаете, да, о чем? Только говорить на языке выгоды наших партнеров. То есть если вы контактируете и вы понимаете, вот иногда открывая инфлист, вот сегодня на планерке рассказывал, да, открывая инфлист, у меня есть дама в команде, у которой групповых командных баллов 1797. Три балла? Три балла до 12 процентов, понимаете? Ну, благо у нас есть еще недели впереди, но ведь такие ситуации бывают и на последний день каталога. Где-то недосмотрели. И я ей буду звонить, ну, если там не сделается, конечно, да, там еще время есть, я уверена, что сделается, все будет отлично. Естественно, я ей буду говорить не потому, что мне эти три балла надо, а потому, что как только она доделает три балла или там кого-то прозвонит вниз, оно, естественно, сделается, там само собой выйдется. И она получит свои выгоды и свой этот уровень. То же самое, когда вы контактируете с новичками. Вот очень часто бывают такие моменты, когда спонсор говорит, а как я позвоню, я скажу, чтобы они сделали заказ. А когда вы будете контактировать с новичком с точки зрения его выгод, почему ему выгодно сделать стартовую программу, пойти по стартовой программе? Почему ему войти выгодно в премьер-клуб? Почему ему выгодно приглашать своих знакомых? Почему выгодно приглашать в первую морковку сначала, укрепить ее, да? Почему не страшно? И, ну, и такого не бывает, что там, ой, я сейчас всех приглашу в первую, а кого я буду приглашать во вторую. Фигня все это на самом деле. Это, ну, стереотипы, которые вот народились, если не рекрутируешь. Потому что если не рекрутируешь, у тебя люди откуда-то вообще сваливаются, вообще непонятно, откуда сваливаются. Вот, понятно, да? И дальше взаимоотношения, когда вы договорились, вот дальше это просто тренировка. Это тренировка спецназа. И причем ты, как наставник, тренируешь себя и тренируешься в команде директора своего. А со своим новичком ты его тренируешь. И он, он и сам тренируется, и с тобой тренируется, понимаете? И в связке, и в сцепке. Ну, вот этот мультик кунг-фу панды, это вообще яркий пример, когда из ничего рождается вот этот самый просветленный товарищ, да? Из этого неуклюжего стряпателя лапши, вот этот вот как раз, да, секрет. Секрет, секрет. Мастер-постоянин. Мастер рождается. Спецназ, вот как Антон любит говорить, да? У нас с вами задача из себя в первую очередь, из своей команды вырастить спецназ. Профи, профессионалов. Команда профессионалов. Потому что только профессионал выживает, слава богу. Пришло время профессионалов, и на сегодняшний момент выживает только профессионал. Не важно, в какой деятельности человек развивается. И поскольку у нас с вами коммуникативный бизнес, мы должны стать профессиональными коммуникаторами, профессиональными психологами, профессиональными ораторами, если хотите, да? Профессиональными влиятелями. И кому-то это нравится, кто-то говорит, там, влияние или воздействие на людей, там, это, как это слово-то, господи, манипуляция, обзовите, как хотите, но четко нужно понимать, и если вам это будут говорить, там, про все это, про все это ерунду, понимая, вот, например, в виде, я всегда смотрю на, как живут мои спонсоры, мои наставники, Ирина с Антоном, я смотрю на их жизнь, и я понимаю, что вот этот путь, который они выбрали, с компанией Reflame, и создавая команду про движение, я вижу, к чему они пришли, к какому образу жизни, какие у них мысли, вот даже вот, посмотрели сейчас бизнес-завтрак, как они мыслят, как они говорят, как они держатся, как они себя держат, какие взаимоотношения у них между собой, это то, что мне родное, это мое, я с ними резонирую, поэтому я вот должна стать профессиональной, это я для себя определяю, соответственно, и для своей команды я определяю, вот я хочу к этому прийти, к такому образу жизни, к такому уровню жизни, соответственно, я сначала их копирую, как в армии, а потом рождается, пропускаешь через себя, и рождается на основе этого, рождается свое, и вот тут приходит твоя индивидуальность, твой неповторимый почерк, именно твой, да, потому что нам не надо стать всем Долженко, мы каждый будем, Петров, Сидоров, Табуреткин, мы будем каждый лучшими, мы будем прославлять свою фамилию, да, понятно, вот, это значит передача мастерства, выстроить отношения со спонсором, с наставником, с командой, это очень важно, друзья. Потом еще один момент по поводу команды, вспомнил, всплыло. Весь позитив вниз, вниз только позитив. В чатах весь негатив прерывается сразу на корню, негатив распространяется с бешеной скоростью, негатива в жизни, в бытовухе хватает и без нас. Мы аккумулируем и прокачиваем только созидательное, только позитив. И если какой-то там неполучалки какие-то, что-то случилось там, какая-то проблема нарисовалась, ее всегда трансформируем в созидание, переводим в позитив, всегда этому надо научиться. У нас в менталитете совковском этого нет. Это нужно просто поставить себе задачу, договориться, договориться в первую очередь с самим собой, договориться с окружающими и этот навык в себе развить. Ну и ключевой партнер. Договориться с собой, как с ключевым партнером, договориться с наставником, что я ключевой партнер и ощутить себя ключевым партнером. Я часто эту фразу говорю и сейчас еще раз повторюсь. Наш бизнес, цель вернее нашего бизнеса, это поиск ключевых партнеров. Первый этап. Второй. Формирование ключевой команды. И третий. Выращивание автономно развивающихся директорских бриллиантовых структур. Команд. Понимаете? Поэтому все, кто приходит в нашу команду, деятельностью нашей могут быть заняты все. И в команды ваши приходят разные люди. Готовые, неготовые, созревшие, несозревшие, сомневающиеся, присматривающиеся. Вся. Место есть всем. И пусть они будут. И это здорово. И всех их любить, холить, лелеять, отвечать на вопросы, никогда никуда не посылать. Если там что-то непонятно. Ну понятно, если там тебе выносит мозг уже который год. Естественно, да, что там. Ты сначала с этим разберись. Сначала пройди вот 12 шагов, потом поговорим. Как тут мне намедник один товарищ из команды писал. Да, уже хочу быть директором. Я говорю, ну вот с 12 шагов давай начнем. Потом пройдешь 12 шагов, созвонимся, пообщаемся. Вот. То есть всех уважаем, ценим, не оцениваем, а ценим, любим, привечаем, а работаем и строим бизнес только с ключевыми партнерами. И ключевой партнер это человек, который выполняет на первых парах три действия. Это он обучается. Это первоочередное. Для меня показатель. Я всегда внимательно смотрю на вебинаре 0.12. 0.12. Я не на всех вебинарах бываю, потому что все вебинары мне сейчас и не нужны уже, да, и вам они не будут нужны на директорском уровне. Я захожу для того, чтобы глянуть, кто ведет, как ведет, все нормально ли там и кто из моей команды там. Для меня это показатель. Для меня это заявка на ключевое партнерство. Если человек не обучается, я четко понимаю, ему это не надо. Если он не ходит на мои планерки, я понимаю его отношение ко мне как к наставнику и все. Я просто понимаю, что мне дальше делать с этим человеком, да, понятно? Маленький, бай-бай. Да, сейчас я буду тогда потише, чтобы не разбудить. Понимаете, да? Первое, ключевой партнер, он обучается. Он смотрит правильные видео, он читает правильные книги, он посещает вебинары. Но одно без другого невозможно. Это обязательно организация личного товарооборота. Следующий показатель это 150 баллов. И смотрите, есть люди, ну, 150 баллов, и третье, отлично. И третье, а у меня бегает, не спит. А третье это создание команды, рекрутирование, приглашение людей, выработка навыка рекрутирования. Теперь смотрите. Теперь смотрите, какой очень важный момент. Если из этих трех пунктов на первом этапе у новичка что-то выпадает, это не ключевой партнер, и не находитесь в иллюзии. Выстраивайте с ним отношения, как просто с консультантом вашей команды. Он хороший, он замечательный. Возможно, он когда-то созреет, но пока не сейчас. Он пусть будет в вашей команде. И слава богу, что есть. Но это не ключевой партнер. То есть, если он делает 150 баллов, но не обучается, не приглашает людей, это не ключевой партнер. Если он обучается, но не делает 150 баллов, не приглашает людей, он не ключевой партнер. Ну, понятно, да? То есть, только три вкупе характеризуют вот этого чудесного зайку, как ключевого партнера. И ты начинаешь обращать внимание на этого человека, начинаешь инвестировать в него свое время. До этого момента, что вы сделали, вы выдали ему презентацию, либо в своем собственном, а лучше в собственном исполнении. Дали ему успешный старт или завели его на презентацию во вторник и в четверг и на успешный старт. Дали ему или прошли вместе с ним 12 шагов. Если пошел, отлично. Если не пошел, помогли. Если категорически не пошел, да и ладно. Завели в чат. Даже можно вот, если, например, человек не пошел по 12 шагам, ну, там, уперся, не захотел, заблудился, неважно. Пригласите его в чат. Просто вот там он. Зашел на один вебинар, на другой. Пригласите его в чат и пусть он там тусит. И просто сказать, дорогой, вот тебе презентация, вот тебе расписание, вот тебе 12 шагов. Как только пройдешь, выходи на связь. Как только будешь готов, сигналь. Я всегда здесь. Оставляйте дверь открытой. Все, что требуется на первом этапе для выстраивания отношений, ты сделал. И дальше иди ищи других людей. Следующих, следующих, следующих. Этот пока созревает, ты работаешь со следующим. Не надо. Пригласили одного и сидишь, не мнянчишься. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не надо этого делать. Он сам созреет. Ты дай ему то, что надо для созревания. Поддерживай его. Общайся. Выстраивай отношения. Как дела, как дети, как плети, там, туда-сюда. О погоде, о природе. Выстраивайте отношения. Но дальше продолжайте каждый день рекрутировать и искать ключевых партнеров. Понятно объяснил, да? Это что касаемо ключевого партнера. Бизнес строится только с ключевым партнером. Следующий этап. В чатах менеджерах и в чатах по рекрутированию, в обсуждении, в звонках. Это основные чаты, бизнес-чаты, где уже формируется команда. На планерках формируется команда. На вебинарах, когда вы выступаете, формируется команда. В чате менеджеров формируется команда. Это следующий этап. А дальше это выращивание автономно развивающихся директорских команд. И это совершенно другое взаимодействие, как с ключевым партнером. Это уже партнерские отношения. Вы друг у друга учитесь многому. Понятно объяснил. Это ключевая команда. И, конечно же, следующий момент это, и вы, наверное, знаете, даже первый, договориться с самим собой. И с самим собой в первую очередь выстроить отношения, как с человеком, который начинает свое дело. Как с человеком, который начинает работать на себя. Как с человеком, который решил стать бизнес-вумен, бизнесменом. Как с человеком, который взял ответственность на себя. Ну и так далее. Продолжайте дальше список. Короче, с самим собой сесть и договориться. Если вы боитесь, и это нормально, звонков, выступления на вебинаре, у вас там что-то, телефон не готов, компьютер не готов. Потому что телеграмм тут же не скачан. Потому что они нам раньше были не нужны. У нас ни у кого не было раньше. Ни телеграмма, ни ватсапа, ни скайпа, ни вебинарной комнаты тем более. Мы не заходили в вебинарку. Нам это по жизни не надо было. То теперь, поскольку решили строить бизнес, мы с вами это все сделали себе, закачали, осваиваем. Я всегда говорю, я раньше знала на компьютере две кнопки. Вкл-выкл. Через несколько лет я узнала, что это одна и та же кнопка. Вкл-выкл. Ну, знаете, вот я, да, тундра такая. Для меня компьютер. И до сих пор я больше половины клавиш не знаю. Только вот буквы знакомые знаю, цифры знаю. Вот, собственно, и все. Но этого мне достаточно для того, чтобы состояться здесь в бизнесе. Почему? Потому что изначально ты с собой договариваешься, что я буду делать то, что никогда в жизни не делала. Что я буду делать то, что мне не хочется делать. Потому что не всем хочется звонить, не всем хочется контактировать. Иногда страшно. Я поставила на запись, должно быть все нормально. Если я ничего не перепутала, то все хорошо будет. Да, Валь. Вот. Собственно, я уже все рассказала. Это последний пункт, с кем нужно выстроить отношения. Да, в первую очередь с самим собой. И тогда спецназ нам гарантирован. Начинается он с себя лично, а потом у вас вырастает. Вы дублицируете себя, вы повторяете себя. Вы повторяете систему команды продвижения. Вы просто выращиваете команду спецназа. Ребята, и вы непотопляемы. Я уж не говорю, что, естественно, у вас там будут и деньги, и богатства, и машины, пароходы, корабли, самолеты. Что вам надо, да? Но самое главное, что у вас будет команда, а это золотая жила, это непотопляемый ресурс. Это партнерство. Это, как говорят, вот многие приходят в Reflame за деньгами, остаются здесь по другим причинам. Потому что дальше у вас... Вот смотрите, мы с вами ведь со всеми не знакомы практически. Ну, за некоторым исключением, да? Мы не знакомы. Да вот мы сейчас смотрели «Бизнес-старт». Мы с Ириной, ты с Антоном еще виделись пять раз по пальцам сосчитать. Но я вот смотрю на них, да? Вот они родные люди. У меня аж слезы наворачиваются каждый раз, когда я их слушаю. Мы становимся иной раз роднее, чем с родными. Потому что это дух единомышления, это дух партнерства, это те самые принципы компании единства, дух и страсть. Это то место, та атмосфера, тот климат, который позволяет каждому из нас и всем вместе одновременно раскрывать свой потенциал, развиваться, достигать новых высот, вершин. И это очень круто. Но это все, да, семья, вот действительно. Ребят, это все случится только тогда, когда в первую очередь вы выстроите эти взаимоотношения с собой, с ключевым партнером, с наставником, со спонсором, с командой, с компанией, с продуктом и с индустрией. Тогда у вас будет все получаться. Я вам обещаю, эта система дает огромные возможности. Вы станете действительно спецназом и у вас команда станет спецназом. На все руки вам ничего не будет страшно. Вам все будет по плечу. Если вы заложите в себя и в свою команду правильные ценности, правильные принципы, правильную философию и идею этого бизнеса. Не просто прийти там в продукцию для себя, покупать дистанцию, а правильную идею, философию этого бизнеса. Вообще вот в глубину ее. Понимаете, вы будете непотопляемые. У меня все. Какие есть вопросы?